МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуй, любимый город! Здравствуй, любимый зритель! В эфире Тольятти в деталях в студии Маргарита Данишевская и Антон Шибанов сегодня в программе. Он выступает на лучших российских и европейских сценах. Давид Аветисян, молодой пианист, который покорил очередную музыкальную вершину, сегодня у нас в гостях. Красивые букеты и необычные цветочные решения. Какие цветы сегодня пользуются особой популярностью, об этом поговорим с нашим гостем. И очередной детальный совет от Центра аппаратной косметологии «Шанс». Мы начинаем! Наконец-то это случилось! С 1 февраля россиянам запрещено нецензурно выражаться в социальных сетях. Вступил в силу новый закон. Теперь администрации социальных сетей и видеохостингов предписано выявлять и блокировать мат. Если они это требование проигнорируют, то заплатят штраф. И немаленький штраф, надо сказать. Для юридических лиц его размер достигает 8 миллионов рублей. Кроме того, законопроект обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Сцены насилия, пропаганда, суицида, наркотиков и так далее. Кстати, каждый из нас может помочь в избавлении интернет-контента от негативной информации. Например, если вас возмущает видео, которое смотрит ваш ребенок, достаточно нажать кнопку «Пожаловаться» и указать причину вашего недовольства. Надо сказать, не только в соцсетях запрещено ругаться. Штраф за нецензурную брань в общественных местах. До 15 минимальных размеров оплаты труда. И до 15 суток ареста. А по статье «Оскорбление» до 100 мрот или до 6 месяцев исправительных работ. Но, думаю, не страх наказания остановит людей от ругания. Согласна. Главный наш цензор – внутренняя культура. Ее помогает воспитывать художественная литература, классическая музыка. Предлагаю продолжить тему с нашим гостем. Мы рады приветствовать Давида Аветисяна, пианиста, виртуозного музыканта, многократного победителя музыкальных конкурсов и фестивалей, стипендиата фонда Владимира Спивакова. Здравствуйте, Давид. Очень рады видеть вас вновь в нашей студии. Как дела, как успехи? Рассказывайте. Здравствуйте. Я очень рад, что вы меня снова пригласили. У меня все хорошо. Спасибо. Ну, судя по количеству дипломов, все не просто хорошо, все шикарно. Причем это минимальное количество, скажите. Одна треть, да? Одна треть, наверное, да. Давид, вы недавно вернулись со знаменитого фестиваля имени Владимира Спивакова «Москва встречает друзей». И тема прошедшего фестиваля – 75-летие Великой Победы. Ну, рассказывайте, как прошел фестиваль, с какими успехами вы вернулись? Фестиваль «Москва встречает друзей» – это особое уникальное событие, которое я очень люблю и с нетерпением жду каждый год. Я выступаю уже на этом фестивале каждый год, наверное, ежегодно, 7 лет. Масштабный проект этого фестиваля – это художественные выставки, концерты, мастер-классы. Организаторы этого проекта – президент фонда Владимир Теодорович Спиваков, художественный руководитель Петр Ильич Кулько и директор фонда Екатерина Романовна Ширман. Это люди, которые преданы своему делу, то есть детям. Они работают день и ночь, круглосуточно, не жалея себя, без праздников. Они всегда находят силы и возможность помочь детям. Спасибо им большое за прекрасные воспоминания, за хорошие концерты и за яркие эмоции. Чудесно вообще. Ну, с 7 лет выросли вместе с этим фестивалем. Да, точно. Более тысячи участников из 37 стран мира. Расскажите нам, какая там атмосфера. Дружеская или все-таки присутствует конкуренция среди музыкантов? Струны никто никому не резал. Струны никто не резал. Была более дружеская атмосфера, нежели какая-то конкуренция, потому что это был концерт, а не какой-то конкурс, чтобы мы соревновались со всеми. Получали удовольствие от музыки, от игры, да? От выступления друг друга. У вас наверняка уже много друзей там появилось. Да, конечно, много друзей есть, потому что каждый год из разных стран приезжают дети, мы знакомимся, общаемся, выступаем, слушаем друг друга. С чем вы выступали? С каким материалом? Я выступал с прелюдией Сергея Рахманинова, номер 5. Я 7 лет уже выступаю на различных площадках Москвы. В этот раз я выступал в Музее русского импрессионизма. Это было очень красивое место. Концерт транслировался на разных онлайн-площадках. Вот сколько времени в день вы посвящаете игре на пианино, чтобы так играть Рахманинова? Ну, сколько надо будет заниматься, столько и буду заниматься. Друглосуточно. Да. Если надо будет. Днем и вечером. Пока не получится. Да, пока не получится. Давид, поделитесь с вами планами на будущее. У меня год закончился очень ярко, и год начался тоже очень ярко. Я уже выступил в фонде «Артист Футура». Этот концерт прошел в галерее «Ника» в Москве. Это был семичасовой марафон, где выступали армянские дети из России, ну, из других стран. Еще я выступил в фонде «Новые имена», концерт, который был в Армении. Этот фонд уже существует 30 лет. Этот фонд находит детей из разных уголков мира, приглашает, и мы все выступаем в Армении, либо в других странах. А в планах у меня еще сольный концерт, который отменился в прошлом году из-за пандемии. Он должен был состояться в мае 2020 года. Теперь его перенесли на 2021, и я очень жду этот концерт. Он пройдет в Тольятти? Да, он пройдет в Тольятти. С удовольствием. Придем к вам и послушаем вашу виртуозную игру. Спасибо. Как и где вы черпаете вдохновение? Откуда берете силы регулярно участвовать в таких крупных мероприятиях, побеждать? Как достичь успеха в вашем деле? Ну, меня поддерживает мама. Она меня вдохновляет, в принципе, во всем. Она помогает мне найти силы, поддержку, терпение. То, что если бы, может быть, я бы делал все один, я бы ничего этого и не добился. Пусть так и будет дальше. Пусть мама и семья вас поддерживают. Успехов вам, радости творчества. Приходите к нам еще. Спасибо большое. Обязательно будем рады видеть вас вновь. До свидания. Спасибо. С вами Антон Шибанов и Маргарита Данишевская. И в продолжении музыкальной темы. Девять новых инструментов. Пианино-мелодия получили музыкальные школы Тольятти. Больше красивой музыки и творческих возможностей для юных музыкантов Тольятти. И все благодаря национальному проекту «Культура». Перемены к лучшему. Поздравляем. Ура. А талантливых ребят в нашем городе немало. Фестиваль «Вифлеемская звезда» яркое тому подтверждение. Арсений Кириллов, ученик шестого класса школы номер 32, создал замечательный мультфильм и получил специальный приз от детской газеты Ставроша за лучшую анимационную работу «Рождественские приключения мальчика Ставроши». Автора наградили и вручили подарки Арсении и планируют продолжить работу над созданием следующих серий мультфильма. А пока посмотрим фрагмент мультфильма, созданного ребенком. В одном чудесном городе, на реке на Волге, жил мальчик и звали его Ставроша. Странные имя, подумали бы вы, но мальчика так звали в честь старинного города Ставрополя на Волге. Который сейчас носит название Тольятти. Однажды зимой под Рождество гуляла Ставроша в соседнем дворе со своими друзьями. Бегали они, смеялись, играли в снежки. Вдруг заметил Ставроша, что один мальчик сидит на лавочке, очень грустный, ни с кем не играет, не бегает. Подошел к нему Ставроша и спросил, не случилось ли чего. Мальчик рассказал Ставрошу о том, что его мама сейчас в больнице, а ведь скоро Рождество. Нужна елка, подумал Ставроша. Как слышит, за спиной негромкий кашель, как обрадовался Ставроша, как бросился к Деду Морозу. И подхватил Дед Мороз Ставрошу в свои сани. И полетели они елку искать. Нашли елку самую красивую, пушистую и даже с игрушками. В Рождество никто не бывает одинок. Даже если оставят все, Бог не оставит никогда. И привез Дед Мороз Ставрошу прямо во двор к другу. Обрадовался его новый друг, а тут из больницы позвонили. Сказали, что мама на поправку идет. Вот они, настоящие рождественские чудеса, подумал Ставроша. С вами Тольятти в деталях и мы продолжаем. В нашу жизнь все стремительнее входят роботы. В молочном комплексе Богатовского района Самарской области впервые в регионе появился умный помощник. Миссия робота Кузи – размешивать корма для буренок и подкладывать их к животным. Кузя отдыхает всего полчаса на подзарядке, а потом опять отправляется в путь по коровнику. А возникающие проблемы Кузя записывает в свой черный ящик, своего рода жалобная книга. Все ради своих рогатых клиентов. Какой хороший робот! Скоро все в наших деревнях и селах будет так, как в этом видеоролике. Дроиды, доярки, черная дыра вместо выгребной ямы и летающие вагоны почты России – такая вот русская кибердеревня. Ролик с таким названием появился на ютубе и он о жизни в российской глубинке, если бы в ней наступил киберпанк. Главный герой – фермер Николай, который на ломаном английском с примесью русского, рассказывает о своем хозяйстве в Рязанской области. Здесь и роботы от Ижевск Дайнэмик и летающие автомобили – все с российским колоритом. Дороги теперь с воздушными ямами, а почта России все еще долго доставляет посылки. А вот выгребной ямы в туалете больше нет, теперь черная дыра. Это высокий технологический утилизационный систем. Забавный ролик. А между тем приближается один из самых ярких праздников – День вылюбленных всего мира, День Святого Валентина. И каждый задумывается о том, чем порадовать вторую половинку. В этот день принято дарить букеты, конфеты, мягкие игрушки. Главное перед выбором подарка – учесть вкусы своей валентинки. Например, ни для кого не секрет, что среди цветов очень востребованы розы. В этот праздник они, безусловно, находятся в топ-листе самых популярных подарков. Согласна, розы красивые, люблю. А тюльпаны? Просты по внешнему виду, не выглядят особенно роскошными или сложными. Кстати, в Красноярске уже начали высаживать тюльпаны. Может, и у нас скоро начнут? Цветочную тему продолжим обсуждать с нашим гостем. Мы рады приветствовать в нашей студии Екатерину Пульсину, руководителя цветочной лавки в ВАЗе. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно сегодня находиться в вашей студии. Спасибо большое. И мы вам очень рады. Как дела в ВАЗе? Вообще, как возникла идея создания магазина? Расскажите, как вы к этому пришли? Слушайте, в цветочной лавке в ВАЗе все прекрасно, все процветает. Идея возникла мгновенно. Цветы, на самом деле, я любила всегда. И в один прекрасный день я решила открыть в нашем потрясающем городе лучшую цветочную лавку в городе. Я первым же делом начала проходить всевозможные обучения в Петербурге, в Москве, в Самаре. И добралась до своего любимого города, повторяюсь, в Санкт-Петербург. И познакомилась с одним из самых известных флористов в мире, Дмитрием Турканом. И он меня вдохновил на открытие цветочной лавки. Он показал, какими могут быть букеты. И мне хотелось перенести всю эту информацию до нашего города, показать европейские букеты. Полтора года назад мы открылись, и мы начали свою деятельность совершенно быстро. И получили огромнейшие положительные отзывы от наших гостей моментально. И продолжаете их получать? Да, да. Чем ваша цветочная лавка отличается от других? На нашей цветочной лавке мы стараемся использовать максимально природный материал. Все наши сотрудники, весь наш коллектив видят в малейшей веточке березы, ветке барбариса, уже потенциальный элемент в нашем букете. Мы всегда стараемся удивлять. И чтобы наши букеты всегда хотелось получателя рассматривать и радоваться каждой детали. Ну, вы настоящие художники, получается, не просто флористы. Смотрите, сейчас же в моде все, и цветы в том числе. Какая сейчас мода на цветы? Какие букеты или определенные сорта цветов в моде? Смотрите, определенной моды нет, но, конечно, мы следим за всеми тенденциями. Сейчас в моде яркие цветы абсолютно любого окраса. Краса, окрашенные. Конечно, мы наш город стараемся подготовить, к этому еще не готовы, но мы упорно стремимся все-таки показать вот этот стиль букетов, что они могут быть необычные. И, повторюсь, любой природный материал. Это самое главное. Что еще помимо цветов можно приобрести в вашем магазине? В нашем магазине огромнейший ассортимент ваз. В принципе, как и называется наша цветочная лавка «Держи красивые цветы вазе» – это наш слоган. И мы стараемся подбирать под ваш интерьер, под интерьер нашего клиента, чтобы идеально вписалось. Также у нас есть вот такие композиции сухоцветов, всегда в отличие в нашем магазине. Наш гость показывает детали своего дома, и мы стараемся облагородить уже цветами. Как здорово. Я так понимаю, что эта композиция может стоять долго? Да, да. Долговечная. Да, долговечная композиция. А вот есть же не только сухоцветов композиции, есть же цветы, которые долго не стоят. Как часто вам привозят свежие цветы? Мы стараемся обновлять наш ассортимент ежедневно. К этому мы пришли не сразу. Я долго думала вместе с своей командой, как же сделать так, чтобы цветы всегда были свежие и сохранить максимально долго им жизнь. У нас несколько поставщиков со всех городов Самара, Казань, Тольятти. И мы сотрудничаем с самыми лучшими и выбираем у них самые-самые стойкие и свежие цветы. Мы держим один сорт определенного цветка, но если нашим гостям необходимо, к примеру, 101 розу, нам оперативно звонят, и мы в течение нескольких часов находим эти самые розы у наших поставщиков. То есть самый большой ассортимент мы держим на наших складах. Круто. К примеру, 101 розу. Часто у вас заказывают такие. Слушайте, да, да. У нас ценовая политика наших букетов там от розочка от 100 рублей и до бесконечности. Самый большой букет, который мы собирали, это на 35 тысяч рублей. В этот момент мы очень завидовали получателю, обладателю. И хочу сказать, что хотя у меня цветочный магазин, я все равно мечтаю тоже получить такой же букет. Это очень эффектно и запоминается на всю жизнь. Планируете ли вы расширяться, открывать вторую цветочную лавку? Да, совсем скоро. Причем эта идея возникла так же спонтанно, как и с первой. Мы приняли решение, что мы открываем второй цветочный магазин. Он будет больше, он будет еще интереснее, но при этом наш основной магазин не потеряет своей изюминки ни на капельку. Этот магазин будет находиться в торговом центре «Елки». Это 14-й квартал. Совсем скоро запланировано открытие. Мы уже завершаем свой роскошный, необычайный ремонт и будем ждать всех гостей. Для тех, кто еще не знает или не запомнил, где вас искать, расскажите. Мы находимся в Приморский бульвар 57. Это пересечение Московского и Спортивного. Вы нас сразу увидите с дороги и приходите в гости. Вы действительно будете очень удивлены, приглашены в атмосферу творчества с нашей командой. Хочу выделить именно их. Точная лавка бы не существовала без моей команды, потому что каждый флорист, он имеет огромнейший опыт и с любовью подходит к каждому букету и клиенту. У нас есть такое правило, что мы создаем букеты, такие, какие бы хотели получить сами. Великолепно. Спасибо вам большое за эту интересную беседу. Видно, как вы любите свое дело, как вы им горите. Успехов вам дальнейших, довольных клиентов и красивых цветов. Большое спасибо. Мне приятно было с вами познакомиться. Очень взаимно. Вы смотрите Тольятти в деталях. Приветствуем всех, кто только что присоединился к нам. Вот уже 26 лет в Тольятти специалисты детского отделения неврологии и рефлексотерапии «Реоцентр» успешно применяют уникальный метод лечения – микротоковую рефлексотерапию. С ее помощью эффективно лечат задержки моторного, психического и речевого развития детей. Все подробности в нашем следующем сюжете. Здравствуйте. Наш выпуск продолжает материал о детском здоровье. Подробнее, как его сохранить и какие существуют методы лечения, расскажем прямо сейчас. За, 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 за. Еще несколько лет назад родители Леши были в отчаянии. Ведь к трем годам их сын не разговаривал и даже не откликался на свое имя. В Ростове-на-Дону местные врачи разводили руками. Говорили, что ребенку невозможно помочь. Семья обратилась к самарским специалистам. Спустя четыре года реабилитации в поведении Леши очень многое изменилось. У нас, конечно, результаты колоссальные. Мы уже готовы к школе. Мы уже читаем, пишем, считаем. У нас очень хорошо идет математика. Оказалось, что у ребенка хорошая очень память, феноменальная. Мы хорошо поем. Вот планируем отдать его в музыкальную школу. Стал ласковый, добрый. Подходит и говорит, обнимает меня и говорит, мамочка, я тебя люблю. Этими словами, ну, уже сказано все. Несмотря на то, что Леша попал в Самарский реоцентр с задержкой психоречивого развития и аутистическим поведением, специалистам удалось помочь ребенку. Основной метод лечения, который используется для реабилитации детей с различными недугами, препятствующими развитию, это микротоковая рефлексотерапия. Она запатентована и разрешена Министерством здравоохранения. Воздействуя на точки, мы дистанционно воздействуем на участки коры головного мозга, тем самым активируя те или иные зоны речи, зоны обучения, понимания. Как отмечают специалисты, сверхмалые электрические импульсы поэтапно восстанавливают нормальную работу головного мозга. У детей улучшается память, внимание, они начинают усваивать учебный материал. Также снижается возбудимость, поведение становится более адекватным, прекращаются истерики и агрессия. Чтобы врачи могли назначить и провести эффективное лечение, родители должны внимательно наблюдать за тем, как развивается их ребенок, и своевременно обращаться к специалистам за помощью. Если у ребенка в три года фразы так и не появились, он не понимает обращенную речь, не выполняет просьбы, он возбудим, у него нарушен сон, особенно если он агрессивен или у него есть стереотипные движения, нужно обязательно обратиться к специалистам. Важно вовремя снизить возбудимость и развить речь. Для реабилитации детей с задержками развития в Реоцентре применяют целый комплекс самых современных технологий. Микротоковая рефлексотерапия, занятия по сенсорной интеграции, упражнения с логопедом в аудиотренажере, биоакустическая коррекция, логопедический массаж, занятия по подготовке к школе для особенных деток и многое другое. На сегодняшний день врачи довольны прогрессом Леши. Он уже догоняет своих сверстников в развитии и в следующем году пойдет в первый класс. Я хотела бы рассказать про наш новый аппарат, который появился у нас совсем недавно. Это уникальный аппарат для фотолечения. С помощью этого аппарата мы можем удалить пигментные пятна, различные сосудистые образования, вылечить угревую сыпь, розация. Мы можем улучшить качество кожи, придать ее упругость, сияние, уменьшить выраженность морщин. Мы можем провести фотоэпиляцию. И все это за один сеанс. Сегодня мы будем воздействовать на проблему пигментации и работать с сосудистыми образованиями. В основе лежит действие высокоимпульсного света, который воздействует на определенные вмешения в коже. Это гемоглобин, который находится в сосудах, и меланин, который находится в пигментных образованиях. С помощью воздействия света разрушается данный пигмент, и мы получаем лечение проблем в сосудистых и пигментах. Сейчас мы будем работать. Я буду нажимать кнопочку «Будет вспышка происходить». Это безболезненная процедура. Пациент чувствует себя комфортно. Там, где находится световод, там идет охлаждение кожи. Вот он холодный, да, вы ощущаете? Нажимаю, не пугайтесь. Вот таким вот образом. То есть мы провели вспышку, но при этом кожа практически не реагирует. Покраснений нет. Мы можем оставаться на этих параметрах и работать дальше, то есть получать результаты. После этой процедуры мы тоже рекомендуем пользоваться солнцезащитными средствами. Даже мы не пугаемся. В отличие от других аппаратов, лечение на этом аппарате не требует реабилитации. Эффект виден иногда сразу после первой процедуры. Через неделю-две мы начинаем уже замечать. Аппарат абсолютно безопасен для пациентов. Он отсекает вредный спектр лучей ультрафиолетовой типа А и типа Б. И одобрена американская компания Фидеи. Поэтому мы можем быть уверены, что с нашими пациентами будет все хорошо. В конце января в пустыне Сахара и в нескольких провинциях Саудовской Аравии выпал снег. О, да, явление редкое для пустыни, но не для нас. Последний раз снегопад в этом районе был в 1980 году. Смотрим фрагмент видео из пустыни. Жители Саудовской Аравии обрадовались снегопаду в регионе, но метеорологи королевства призвали их избегать воздействия холода. А вот в Тольятти, наоборот, потепление. Наверное, как раз из-за пустыни все поменялось. Вся неделя обещает быть теплой. Температура воздуха от нуля до минус двух всего. Скоро весна, тепло и только позитивные эмоции. На этом наша программа заканчивается. Сегодня в студии работали Антон Шибанов и Маргарита Данишевская. Пока-пока. Увидимся.